здравствуйте с вами александр сегодня вам расскажу о летнем черенкование тополя поступил у меня заказ на черенки больше 10 дней назад я его с радостью выполнил черенки отправились в уфу транспортной компании сотня штук человек рисковал боялся вдруг мало ли что жара вдруг не примутся как доставка доставка я обернул штору облил парой ведер воды обмотал стрейчем и поделал много-много разных дырок ну ладно это немножко забежал вперед в общем остались у меня после этого заказа вершки и корешки то есть самое лучшее я отправил заказчику но мелочь осталось выкидывать в компостную кучу конечно же жалко я все это дело поставил ведра залил водой поставил сарае накрыл немножко клеенка на шубки небо и благополучно забыл на несколько дней пару дней назад я проверил там были уже небольшие вот такие вот наросты точечки я подумал дело движется я боялся что все из-за такой теплой погоды жаркой листва вот даже листочки поставались она там попадала вниз могу все это загнить и затухнуть вот я вчера и вода да кстати испарялась заливал маска полная вчера было пол ведра воды так что тополь очень активно делает и испаряет также бы я хотел показать показать вот такую вот штуку то есть вот он уже сверху весь зарос и не знаю видно будет не видно на кадре красота полетела мечта самолетах когда-нибудь если заработаю на самолет так показать вам вот вот так вот его даже вот так вот он сверху зарастает видно я думаю хорошо это все прошло за 10 дней сейчас покажу более крупный черенок смотрите как это выглядит на более крупном черенки вот так это все зарастает колес как выглядят корешочки блин света маловато света света маловато так вот выглядит корешки если близко сищу отстроя чтобы к этому вопросу уже больше не возвращаться вот у такие вот бугорки самая отличная тема когда они уже становятся длиннее они отламываются они эти кочки отламываются да не не так уж и легко в принципе сегодня сейчас после снятия ролика я примусь их посадку сегодня вроде собой с утра были облачка но быстро закончились так ладно демонстрацию черенков показал сейчас возвращаем кадры на место отстраиваем и продолжаем был еще заказчик после того как я выложил фото в instagram вот смотрите какой посадочный материал давайте заказывайте предложение ограничено вышел со мной человек на связь из татарстана но побоялся вот это летние посадки отсутствие летнего опыта решили туда попозже на зиму опять же опять же дорогие друзья будет биржа по черенкам и будет цена регулироваться зависимости от спроса предложения очень наличием этих черенков чтобы резать у такие черенки надо иметь свой посадочный материал материнский в общем материнскую такую аллею чтобы с нее резать без проблем потому что те которые не обрезанные черенки то есть тополя на них нету таких черенков черенки обычно после обрезки когда там краям обычно благоустройство облагоустроит и тогда они вот на вместо срезанных веток выгонять такие мощные побеги также я полезу эти черенки я думаю за оставшееся лето там еще нарастет не меньше но тем не менее все равно предложение ограничено да со временем я это буду заниматься там на десятках и сотнях гектар но пока у меня не так много земли в общем потихоньку будем начинать также очень рад всем тем кто присоединяется те кто садит эти прекрасные деревья они очень прекрасно подходят для дорог у нас вдоль всех трасс посажены эти тополя прекрасный шикарный коридор видно хорошо нету такого ветра бокового сильно только если в разрыва где-то машина двигает также собираюсь вот его сегодня высаживать по периметру своего участка сзади с южной стороны и стоит с юго-западной с северной с восточной меня хвойные с восточной тоже посажаю в общем чем больше тем лучше у меня будет свой материнский материал которого могу уже лезать и вдоль пока все равно я чувствую спрос такой немалый да людям нужны эти деревья так что заказывайте пишите почта телефон все оставлю контакты по цене будем обговаривать отдельно зависимости от объема наличия и свободного у меня времени что вам еще за них рассказать вот прилетел в общем какого размера черенки да давайте поговорим за размер черенков это для себя такой стандарт придумал они очень хорошо влазит в коробку из-за из-под заморозки но опять же такой черенок вполне можно располовинить пополам и за но членка получится двое для чего я делаю такой стандарт так как я отправляю первый заказ мой был в алтай вот башкирия уфа татарстан интересуется очень там не очень благоприятные условия в наших краях 4 климатическая зона потому что 4 плюс юг воронежской области зимой до минус 29 бывает ну в принципе они все эти обморожения держат нормально но где-то край может молодые веточки чуть подмерзнут а так чтобы вымерших тополей у нас не видел никогда что еще видел правда их это как стал будет опять если по весне стал будет он еще вот так вот зарастает а если это делать такую гунти адскую жару ну вот верхняя часть слова она обсыхает болеет потом начинает загнивать в общем вот это столбование но было нафиг короче что вам еще рассказать такого интересного дикты узнать будут вопросы задавайте в комментариях я их с радостью отвечу вот еще вот молодые почки то есть они были спящие да много черенков были опять же да нюанс такой вот черенок живыми листиками веточками опять молодые приросты я все лишний раз посрезал чтобы не было лишнего испарения оставил по одному листочку вот на всякий случай ну в принципе нормально меня тоже все устраивает также вот он весь бугорках готов посадки сегодня вот не такой вот вроде жаркий денек солнышко я все-таки хочу рискнуть их посадить думаю в будущем я буду сажать и в более экстремальных условиях в принципе я верю в потенциал этого замечательного дерева возраст дерева уже приличные так как он размножается черенками то ему уже не одна сотня лет он не дает пуха а то все аллергия аллергия с фоткой обязательно пожалуйста этот тополь как он выглядит а то вдруг аллергичный будет нет это нормальный пирамидальный тополь узенький высокий хороший замечательный ну ладно бабла сильно растягивать не буду может покажу чуть-чуть где это все буду сажать и примусь остается две минуты ну пойдемте здесь я уже высаживал черенки и вы извилистой вербы с большими с большими сережками пробовал в том году высаживать черенками прямо в грунт но не так получается очень минимальный процент потому что земля холодная хоть и влаги хватает а вот казалось бы в жарком сарае вот у меня за несколько дней всего и наросло сейчас я вам покажу как его адаптировалась у меня посажено весной вовремя 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 заросло немножко все травой это это вовремя пожгло солнцем вот давайте рассмотрим вот этот экземпляр вербы как она тут поживает вот это ветки погорели на солнце морозом их трахнула вот был уже зеленые приросты но будет крайний мороз минус 80 минус 10 очень здорово пошалил и подбил малеха мою вербочку она не растерялась и в тени вербы вот выросли вот такие вот листики веточки сейчас резкость отстрою чтобы он получше показать вот такая вот красота в принципе им уже вот надо лето пережить я думаю потом мы все будет очень даже хорошо жив-жив такая его с крупными чеберба здесь должна быть его мацудана вот я в нее и споткнулся и споткнулся тоже частично на солнышке погорела чуть-чуть буквально ну а вот ее молодые зеленые приросты вот такая красота также я садил с бугорками ролик называется высадка зеленого десанта на болоте оставлю в описании или в подсказках все дорогие друзья будем закругляться желаю всем всего доброго счастья здоровья заказывать членки пирамидального тополя садить у такую прекрасную ветрозащиту чтобы вас не высушил ветер не жарила солнце желаю вам всего доброго счастья здоровья пока пока